Здравствуйте! С 9 по 14 июня в городе-куроте Белокурихе пройдет молодежный управленческий форум Алтай территория развития. Сегодня у нас в гостях заместитель директора студенческого городка Алтайского государственного университета, куратор направления арт-мастерские форума Алтай территория развития Ирина Рудыко. Здравствуйте, Ирина! Здравствуйте! Скажите, вы впервые едете на этот форум? Нет, я уже была в числе организаторов форума ранее, несколько лет. Получается, вы там свой человек, да? В двух словах, я уже сказал, что он в Белокурихе пройдет, все-таки поточнее, где именно, сколько участников, из каких регионов уже приехали? В этом году... Он международный, да? Да. В этом году форум соберет около полутора тысяч участников в возрасте от 18 до 30 лет, а также экспертов, почетных гостей. И будет проходить он у нас на площадке «Сибирское подворье», которое находится недалеко от села Ново-Тырышкино. Но все наши участники и эксперты будут проживать в городе-курорте Белокурихе. Ну и, насколько я знаю, уже почти из 80 регионов, практически из каждого региона России приедут участники. И он называется международный, я вот еще раз хотел уточнить. И из каких-то других ближайших к нам стран регионов приедут? Да. В настоящее время еще идет регистрация, около 80 регионов уже зарегистрировались, а также у нас будут представители из Молдовы, Китая, Монголии, Казахстана и даже из Египта. Ну, Ирина, расскажите о своей площадке, о своем направлении, арт-мастерские. Что это такое и по каким направлениям вы будете работать? Это направление, оно направлено на развитие молодежных культурных инициатив творческих. У нас будет пять площадок, я могу их перечислить. Например, это площадка «Проект-театр», музыкальная площадка «Школа экспериментального творчества», это «Кинокампус», где мы будем заниматься развитием кинематографа регионального, это площадка «3D-визуализатор» для дизайнеров, а также площадка для архитекторов, дизайнеров. Это площадка «Территория города». Она для тех, кому небезразличен то место, где он живет, и кто готов делать все для того, чтобы оно развивалось, становилось уютнее, чтобы ему было интереснее и приятнее там жить. Мне кажется, у вас действительно самое творческое направление, да, и самое интересное, по крайней мере, для молодежи. Давайте, может, поподробнее расскажем об этих площадках. Вот театрально, что она предполагает, кого вы там будете готовить, и кто, может быть, вы уже знаете, эксперты будут на этой площадке. Театральная площадка, у нас руководитель на ней Медведенко Вера Васильевна. Это доцент Алтайского института культуры. Там мы с Верой Васильевной придумали концепцию, что мы будем с ребятами охватывать не только саму театральную область, но и смежные с ней какие-то области для того, чтобы ребята могли заниматься театральной деятельностью не вот в классическом виде, как мы привыкли, а какие-то альтернативные формы придумывать. Для этого у нас интегрируются туда эксперты с других площадок, таких как с музыки и с кинокампуса у нас будут эксперты. Например, Алексей Злобин, режиссер из города Москвы. Например, Валерий Мефодовский. Это человек-акула музыкального, так скажем, менеджмента. Они работают со своим коллегой Денис Козлов или Дэнни Кей. Это британский музыкант, он к нам приедет. Они будут рассказывать ребятам, какие можно формы объединять, какие-то коллаборации делать интересные для того, чтобы театр был более адаптивный для каких-то определенных групп людей и им интересен. На самом деле любопытно. Театр. Еще одна площадка кино. К чему вы там будете учить участников ребят? Вот если изучить опыт всероссийский, то очень радуют некоторые региональные кейсы. То есть во многих регионах региональный кинематограф развивается. У нас есть успешные кейсы из Башкортостана, из Карелии. Эксперты из этих регионов уже приезжали к нам в прошлом году и делились опытом. Как правило, это какие-то локальные студии или ребята инициативные, которые просто очень любят кино. И, как правило, даже без образования профильного занимаются его развитием. То есть их задача — быть универсальными, уметь вот этот весь процесс кинопроизводства выстроить от и до, не имея для этого каких-то больших ресурсов или больших бюджетов. Вот этому ребята будут учиться, то есть командный кинопроцесс производства кино от идеи до написания какого-то сценария, до реализации. У нас даже в рамках этой площадки пройдет питчинг проектов. Ребята будут рассказывать про свои идеи, а затем их реализовывать, снимать непосредственно на форуме. То есть вы учите их быть и продюсерами, и режиссерами, и директорами, да? Но, как правило, мы их учим находить эту команду. Если у вас есть идея, вы хорошо пишете сценарий, то вам нужно будет найти продюсера, и режиссера, и оператора, например. И уже в этой командной работе ребята делают общий интересный продукт для всех. Музыкальная площадка, что это будет такое? Руководителем музыкальной площадки станет продюсер группы «Интонация» Роман Любомиров из города Москвы. В прошлом году ребята приезжали к нам в качестве артистов. Им очень понравилось на Алтае. И в этом году они готовы поработать вместе с нашими ребятами. Тоже интересные формы продвижения продукта. Как делать музыку, какая сегодня музыка актуальна, как делать свою музыку, как найти свой стиль, как затем его куда-то продать или, возможно, заинтересовать аудиторию своей музыкой. Вот непосредственно на площадке у нас будет работать студия звукозаписи, и ребята будут творить вместе с экспертами уже какие-то свои треки, песни. Одна из, наверное, наиболее современных площадок 3D-визуализация, да? Это что-то такое современно-дизайнерское, да, видимо? Ну, смотрите, мы объединяем две площадки. Они у нас немножко интегрируются друг в друга. 3D и территория города. То есть это архитекторы, дизайнеры. Здесь у нас всё очень интересно, потому что работа в рамках этих площадок она уже осуществляется. Мы привлекли небезразличных людей нашего города. И уже сейчас ребята готовят проект «Арт-пространство», которое будет установлено на территории подворья. Ребята там смогут собираться в течение работы всего форума. Затем это пространство мы планируем перенести в парк Центрального района. И там уже будут проходить мероприятия на открытом воздухе, интересные встречи, мастер-классы, интеллектуальные игры и так далее. Также в рамках этой площадки у нас будет запланирован конкурс проектов. Например, один из наших партнёров предлагает спроектировать интересные велопарковки, так как у нас в городе есть потребность. И самые интересные и креативные идеи получат грантовую поддержку от партнёров. — Ирина, а вот возраст участников с 18 до 30 лет прям жёстко учитывается? Или, допустим, если человек изъявил желание, но он старше 30, 31, 32, 33, он может принимать участие? — У нас делаются исключения для таких участников. Например, есть площадка «Муниципальный локомотив». Это, например, молодые главы сельских поселений. — Да, это возраст немножко выше, поэтому здесь идут на встречу к ребятам и принимают их, конечно, тоже в качестве участников на площадках форума. — А сколько количество участников на каждой площадке предполагается? — Около 30 человек, но есть площадки, где эта цифра намного выше, например, 60 человек. — Вот очень много, да. Мне кажется, чем больше участников, тем сложнее до каждого донести. Чем меньше можно уже индивидуально с каждого работать, да? — Видите, если мы говорим о мастерских, о творческих, то здесь, конечно, малый формат более интересен, потому что непосредственная работа и взаимодействие идёт. Если это площадки, например, о развитии бизнеса, то здесь уже немножко попроще, и воспринимать информацию опытных экспертов смогут большее количество ребят. — А как это будет проходить? То есть каждый день занятия, я так понимаю, с утра до вечера или нет? Потому что, я так понимаю, что они должны быть достаточно насыщены, да? Потому что ребята приехали всё-таки за знаниями, да? Но в то же время, наверное, какие-то другие мероприятия будут проходить, чтобы это было интереснее, разнообразнее. Всё-таки там молодёжный форум. — Каждое утро все ребята, все участники форума приезжают на подворье. Там их встречает наша анимационная группа. Все весело проводят зарядку, затем проходят на занятия. У нас около пяти пар образовательных. Причём пятая пара у нас — это свободный час, то есть пара по выбору, где человек с площадки «Кинокампус», который интересуется кинематографом, может пойти на площадку «Медиадвиж» и узнать, какие существуют интересные инструменты для продвижения своего продукта, которые эксперты рассказывают в рамках той площадки. Но затем у нас есть, конечно, интересная досуговая программа, вечерние мероприятия. В рамках форума у нас попадает и День России 12 июня. Мы также всем форумом будем праздновать этот государственный праздник. И другие тоже интересные моменты — мастер-классы открытые, занятия спортом, например, мастер-класс по йоге или игры по командным видам спорта, волейбол, футбол и так далее. А вот вы сказали, пять пар. Одна пара — это что, два часа, час? Час двадцать. Час двадцать, да. Ну, тоже достаточно много, достаточно насыщенно. Весь день будем учиться. А по, скажем так, завершению этого форума участникам что-то дают? Я не знаю, там дипломы, может быть, диплом участника? Каждый участник получает сертификат участника, но я прошу обратить внимание, что в рамках форума у нас также проходит конкурс проектов различной направленности, и ребята могут получить поддержку грантовую. Не могу сказать о размерах этой поддержки, но ребята могут получить реальную помощь финансовую, да. Это замечательно, это уже что-то реально. Для реализации своих идей. Давайте еще раз напомню, да, с 9 по 14 июня в городе-курорте Белокурихе пройдет управленческий форум «Алтай. Территория развития». Сейчас завершается уже, да, регистрация, но все-таки еще... Завершается регистрация. Еще регистрируется, да? Еще можно успеть зарегистрироваться на некоторые площадки. На какие-то площадки уже набор закрыт, так как много желаю. Спасибо большое вам за беседу, за вашу работу. Удачи, до новых встреч. Спасибо. Я напоминаю, что у нас в гостях была заместитель директора студенческого городка Алтайского государственного университета, куратор направления арт-мастерские форума «Алтай. Территория развития» Ирина Рудыко. Спасибо за внимание, до встречи.